МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли самому сделать вертолёт и облететь на нём вокруг земного шара? Весит, как авто, летает на керосине максимальная скорость 220 км в час. Лёгкий пассажирский вертолёт предназначен для коротких перелётов и прогулок. Однако есть смельчаки, которые используют его не по назначению для кругосветных путешествий. На такую авантюру за всю историю авиации решилось всего 18 человек. А российская команда ещё и умудрилась установить рекорд Гиннесса 44 дня в перелётах. Ещё более опасное путешествие на Северный полюс. Посередине пути у команды Михаила и Дмитрия сломался топливный насос. А ведь такой вертолёт без дозаправки может лететь всего 600 км. Пришлось переливать топливо из одного бака в другой через тоненькую трубочку, из которой берут кровь из вены, и маленькой бутылочкой пол-литровой. Но это заняло много часов. Всё равно белые медведи бродили рядом. Смешные и поучительные истории о своих путешествиях авиаторы рассказывают друг другу каждый год. Кругосветчики-любители организуют слёт в разных концах планеты. В этом году в Подмосковье. Если мне придётся сесть среди Северного Ледовитого океана, мне нужно иметь всё необходимое, чтобы выжить, пока едут спасатели. На борту вертолёта у меня еды на 40 дней минимум. Палатка, топливо, спальный мешок, тёплые вещи и куча других вещей, чтобы выжить в Северном Ледовитом океане. Подготовка к серьёзной экспедиции, обучение, тренировке. На всё это уходят годы, а у некоторых даже десятилетия. У меня не было денег на покупку самолёта, поэтому я решил его сделать сам. И это стоило мне всего по 10 тысяч в год, если считать в рублях. Я почти все детали сделал самостоятельно. Строительство заняло у меня 16 лет. Есть пилоты, которым важен не результат, а скорость. В 2008-м мой второй кругосветный полёт стал рекордным – 8,5 дней. Мы больше, чем в два раза побили предыдущий рекорд – 18 дней, который ставили мужчины. Кстати, женщин-пилотов действительно почти нет. А зря. В России был авиационный полк «Ночные ведьмы». Эти лётчицы – герои Второй мировой войны. Они мои кумиры, у них отлично получалось. Авиаторы говорят, неважно, кто за штурвалом и как долго длится полёт. Самое трудное не в воздухе, а на земле, когда ждёшь погоды, визы и разрешение на полёт.